Это было так давно! Это было давно! Участники чему-то удивлены. Подождите! Что это? Ого! Подписи! В чём дело? Автографы BTS! Надеюсь, ваши мечты не останутся мечтами. Хорошо кушайте. Что? Это настоящие автографы? Настоящие? Да, это так. Для кого это всё? Я думаю, что подарки для нас. Это правда подарки? Может открыть их? Слышат знакомый голос. Ребята, привет! Это снова мы! Что происходит? Вы получили наши подарки? Чтобы поздравить вас с тем, что вы прошли экватор-шоу, мы приготовили несколько подарков. Подарки предназначены для всех 12 из вас. Так что не жадничайте. И просто возьмите по одному каждый. Мы приготовили для вас ещё один подарок. Я слышал, что у вас много забот. Поэтому мы здесь, чтобы помочь вам. Насколько это возможно? Давайте посмотрим, что же беспокоит участников. Подождите. То, что мы написали... Мои опасения. Перед четвёртым испытанием участники писали о своих переживаниях. Что их больше всего беспокоит? Первое. Хи Сын. Он тренировался намного дольше остальных. Больше трёх лет. Так что он должен быть хорош. После приезда в Айланд, я впервые живу с другими стажёрами. Даже если я не лидер, иногда мне приходится помогать лидеру. Я понял важность лидерства, когда речь заходит о создании хорошей команды. Это то, о чём он беспокоится? Удивительно. Какое лидерство необходимо для того, чтобы позитивно влиять на всех? У этого парня всё получится. Он очень чуткий человек. Он кажется очень вдумчивым. Лично я так думаю. Потому что он беспокоится об этом. У него уже есть задатки лидера. Например, кто-то должен сделать это для команды. Стать кем-то, кто может постоять за остальных мемберов. Я думаю, что это хорошее лидерство. Честно говоря, поначалу у меня это плохо получалось. Ты отличный лидер. Ты лучший лидер, которого я когда-либо видел. Спасибо. Лидеры не получают никаких плюшек, но у них гораздо больше обязанностей. Это правда. Это очень сложно. Значит, товарищи по команде должны помочь лидеру. Это так. Участники должны помогать друг другу. Он пишет лидерство, которое положительно повлияет на всех. Это хорошо позитивно влиять на участников. Но если ты пытаешься угодить всем, это будет слишком тяжело и больно для тебя самого. Так что, стараться оказывать положительное влияние на каждого, не стоит зацикливаться на этой мысли. Следующим идёт Даниэль. Он в средней школе. Разве он не Макне? Чонгука было 15, когда он только начал тренироваться. Да, верно. Во время тренировок он поёт, но любит рэп. Поэтому он время от времени занимается рэпом в одиночестве. Я на самом деле очень интересуюсь рэпом. 14-летний Даниэль во время прослушивания. Я пробовал битбоксинг. Я пишу рэп-тексты во время тренировок. Но у меня никогда не было надлежащей подготовки. Так что мне сложно. Я хочу практиковаться и стать лучшим рэпером. Я тоже хочу писать крутые рэп-стихи. Хочу быть модным. Но в тот момент, когда вы говорите, что хотите быть модным, значит, что ты не можешь быть модным. В то время, когда вы это говорите, вы не можете быть модными. Лучше сказать, что ты хочешь быть крутым или что-то в этом роде. Всё, что ты можешь сделать, это продолжать писать. Я не знаю, как установить для этого стандарты. Когда я был стажёром, я писал по одному стиху 16 строк каждый день. Это даже неожиданно. Я не знал, что Даниэль интересовался рэпом. Ты большой поклонник Айленд. Я всё смотрю. Я знаю, кто они все. Я даже знаю их позиции. Спасибо! Вот это да! Следующий Ники. Ему 16. Он отлично... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok